Всем привет! Я на Занзибаре. У нас тут отлив. Решил погулять по горячей водичке. Расскажу вам про танзаниты. И, кстати, я снял очень хорошее жилье в совершенно новом доме. В совсем новом доме вообще. Я первый, кто туда заехал. Такой двухэтажный домик. Там квартиры по две спальни. Стоит всего 600 долларов в месяц. Поэтому, если кому-то нужно, там еще пять-шесть пустых квартир есть. С жильем сейчас тут очень большие проблемы, потому что тут сюда поехали все. Вся Европа, вся Россия. Вот, поэтому смотрите в описании номер ватсапа владельца. Он по-английски говорит хорошо. Вот, если что, пишите. Там моих наценок ничего нету. Просто я знаю, что все будут спрашивать. Поэтому заранее даю. Кстати, у нас тут скоро начнется ливень. И вот вообще у нас отлив. Вода ушла до кораллового рифа. Значит, по поводу танзанитов. Походил я по магазинам, ну, откуда обычно всех туристов завозят, да. Вот что я скажу. Я, конечно, буду делать контрольную закупку. Но, в принципе, тоже банально становится все. И мне кажется, ну, даже мне уже немножко скучно стало. Потому что исход очевиден. В магазинах танзанитов продают в тысячу раз больше, чем их добывают. Ну, примерно как с рубинами. Причем, они намного более прошаренные оказались, чем их турецкие, иванкийские, камбоджийские коллеги. То есть, они не дают снимать. Снимать нужно как-то украдкой, быстро. Они говорят, вот только само кольцо снимай, а вокруг ничего не снимай. Причем, довольно интересно, мы зашли в один из магазинов. Сзади подбежал мужичок, закрыл снаружи решетку и повесил замок. Я говорю, зачем? Он говорит, это для безопасности, чтобы нас не ограбили. Вот. Ну, может быть, я подумал, что в моменты, когда они там разводят клиентов, туда иногда захаживает полиция. Может быть, от полиции они так запираются. Непонятно. В нескольких магазинах мне сказали, ничего не снимай. Ну, так, по сторонам камеры не води. Вот ты кольцо смотришь, вот его снимай. Больше ничего не снимай. Ну, тоже понятно. Почему? По поводу сертификатов. Очень интересный момент. Говорю, есть сертификаты? Конечно, есть. Показывают бумажку. Значит, там какие-то коды, штрих-коды, что-то такое. Спрашивают, что за лаборатория? Говорят, а мы сами лаборатория, сами по себе. Мы сами себе лаборатория. Вот у нас микроскоп. Показывают такой детский микроскоп. У меня в школе такой был, знаете, ну, прям совсем маленький. Говорят, вот у нас вот эта лаборатория, вот этот микроскоп. Мы сами выписываем сертификаты, и все хорошо. Значит, международных нормальных лабораторий, каких-то гос. лабораторий здесь не существует. В каждом магазине своя. Ну, то есть, по сути, переводя на русский, сертификаций здесь нет. Вообще нет совсем. Подделок громадное количество. Очень много. Я попозже куплю, передам в МГУ с кем-то из туристов. Сделаем видос, но тут уже и так все понятно. Отгадайте первый камень, который я увидел в магазине, когда пришел. Какой был? Конечно же, рубин. Наш любимый камень. Там были стеклянные и синтетические рубины, изумруды, сафиры и, соответственно, танзаниты. Почему нет? Вот. Есть настоящие танзаниты, есть натуральные. Но все нужно проверять обязательно, потому что их могут и стеклом залить. То есть, я на глаз отличаю синтетику от несинтетики. Но, допустим, если там есть какие-то химические добавки или заливка стеклом, я не могу на глаз отличить. Посмотрите, вот видео. Мне показывали что-то очень странное, мутное и синтетическое. Сказали, что это тоже танзанит. Очень много танзанитов некачественных. Вот посмотрите тоже видео. Вот такие бледненькие какие-то кусочки выдают за танзаниты. Говорят, что это лучшего качества. Но я посмотрел, причем там довольно интересно, в перемешку. Часть танзаниты, а часть и не танзаниты. Синтетика. И есть среднего качества, так себе, да, натуральный. Опять же, в перемешку с ненатуральными. И есть очень хорошего цвета, очень хорошего качества. Стоят они примерно 600-800 долларов за карат. Танзанит, видите, в чем особенность. Он набирает цвет только когда он покрупнее. Ну вот где-то от 5-6 карат. Вы мне часто пишите, что, привет, найди нам однокаратник хороший. Не найду. Они вот один, два, три карата, он бледненький совсем. Вот покрупнее есть. Я уже парочку хороших очень нашел себе и купил. Но без документов. То есть я купил для себя. Значит, я что думаю, как можно сделать? Вы мне можете писать, да, что, что конкретно вам нужно. Скидывать небольшую предоплату. Мы будем покупать камень за мои деньги, да. Я буду его передавать в Москву. Там мы будем делать сертификат в МГУ. Если камень натуральный, вы его забираете. Если нет, я тут договариваюсь, что мы возвращаем обратно. Как бы в паре мест со мной на такой договор вроде как на словах пошли. Вот я поэтому уже купил. Посмотрите, вот этот вот камень я купил уже. Вот его скоро отправлю в МГУ. Ну как скоро? Числа где-то 15-го там будет, да. И мы тут договорились, что если все хорошо, я отдаю остаток денег здесь на месте. Если нет, я возвращаю сюда камень и мне деньги возвращают. Ну посмотрим, как это все сработает. Ну то есть под мою ответственность. Вот пока только такую возможность я вижу. Если вам интересно, ну то есть здесь потерь никаких нет, потому что в любом случае я гарантирую как бы и качество камня и возврат денег, если что-то пошло не так, да. Вот других способов я не вижу вообще никаких, честно совсем. Здесь все в перемешку и методы обработки пока не выяснены. Вот поэтому нужно пробовать. На добычу я обязательно поеду и не только туда, где копают танзаниты. Я еще много куда поеду. Здесь добывают шпинель махенги, здесь добывают очень много гранатов всяких здоровских, классных и что только не добывают. Даже рубины здесь есть и алмазы и золото. Поэтому следите за каналом, не переключайтесь. Всем пока!